Эфир канал АТВ продолжает актуальная тема. Здравствуйте! И сегодня, как и вся страна, мы будем говорить о выборах, как они прошли у нас в республике. Не понаслышке знают те, кто воочию наблюдал за ними, это наблюдатели от общественной палаты. И сегодня у нас в гостях председатель Байр Бальжиров. Здравствуйте! Добрый день! Предварительные итоги голосования уже известны. Лидирует по всем голосам Владимир Путин. Он набрал 73%. Хорошая ли эта цифра? Я думаю, это цифра убедительная. И она, в моем понимании, она абсолютно ожидаемая. Понятен вес и масштаб тех политических деятелей, которые участвовали в этой предвыборной гонке, в этих выборах. Владимир Владимирович много сделал именно для того, чтобы сегодня Россия была вот такой единой крепкой страной. Я просто напоминаю, что было в начале 2000-х. Страна была в полном развале. Мы просто даже не представляем. Это вот как сель прошел, и половина дома снесло, и все хозяйство у человека. Вот понимаете? И надо было, конечно, и дом восстанавливать, и все хозяйство. Этим и занимается Россия в буквальном смысле. Мы восстановили оборону. Мы занимаемся экономикой. Получили рекордный урожай зерна в этом году. В 90-х годах мы покупали зерно из-за границы. Вы можете это себе представить. То есть уровень развала, вот здесь мы здесь, в Сибири, в глубинке, даже не представляем. На самом деле это было. Это новая Россия, и он ее создает. Конечно, люди понимают это. Поэтому они за него и голосуют. Скажите, вот, наверное, это грубое будет сравнение. Тем не менее, на выборах главы республики Алексей Цигенов набрал 87% голосов. А на выборах президента Путин набрал 73% всего. Значит ли это, что доверие к главе у наших жителей больше, чем к президенту России? Ну, на самом деле, я не думаю, что вообще эти цифры можно сопоставлять. Это не совсем корректно. И фигура регионального руководителя, она ближе людям. И я объясняю это тем ожиданиям, которые, собственно говоря, подняли рейтинг Алексея Самбуловича Цигенова. И сегодня он оправдывает эти ожидания. И видна реакция, вот, когда я смотрю на уровень явки, который в нашей республике. А он явно выше, чем у наших соседей. Посмотрите, за Байкайским краем там 57%. А в Иркутской области всего 55%. На 20% выше. Понимаете? Ну, и даже в Якутии там всего 70%. А почему, как вы думаете, такие показатели вот в Иркутской области? Ну, я думаю, во-первых, это уровень доверия к власти. А он все-таки проецируется на местную власть, на региональную власть. Через местную власть люди, так сказать, ощущают всю эту жизнь, деятельность власти. Поэтому, так я думаю, это очень важно. Может быть, еще жители республики наши понимают, что мы все-таки дотационная республика? Да не только. На самом деле, вот эта тема дотационности, она вообще неправильно преподносится. У нас есть бюджетный федерализм. Все регионы получают в той или иной форме поддержку. И в том числе Иркутская область львиную долю своего бюджета формирует за счет трансфертов из федерального бюджета. Я вам точно говорю, я это знаю просто. Поэтому здесь ничего зазорного нет в том, чтобы получать деньги из федерального бюджета. Мы туда и платим. Ведь на самом деле, та сумма денег, которая фактически у нас в расходной части бюджета, мы примерно такую часть и собираем на территории Бурятии. Но она уходит в федеральный центр, а потом возвращается. Это тоже нормальный механизм работы финансовой системы страны. Поэтому я не думаю, что потому что мы боимся. Нас никогда федерация не оставит. Она все равно то, что нам положено, она нам даст. Но инициативы регионов для федерального центра сегодня важны. Сегодня, понимаете, сегодня регион должен показать, а как он может заработать деньги. А я считаю, что в нашей республике есть огромный потенциал. Об этом можно говорить отдельно. Вы сами ходили голосовать? Естественно. Сколько часов вы вчера на ногах голосуете? Я на самом деле проголосовал специально не с утра, потому что я знаю, что с утра идет народу больше. К обеду как бы это спадает. Но я, поскольку живу рядом с избирательным участком, я пришел, посмотрел, там все меня знают, всем сказал здрасте. Вижу, что абсолютно такая, знаете, ну неудобно сказать, но благостная атмосфера, праздничная. Люди идут с ребятишками, там поколениями, можно сказать, видно, что дедушка, потом семья молодая со своими детьми, они вместе идут, голосуют. И ощущение праздника. Все здороваются, все друг друга поздравляют. И там как раз еще помимо голосования именно в рамках президентских выборов, на моем участке проводилось голосование за наши эти проекты. Как сделать наш город красивее и лучше. Вот это тоже очень было приятно на самом деле, все-таки это мнение людей. И была выставка, там библиотека сделала, она дарила книги. Ну человек выбирал, должен был такой небольшой конкурс выиграть и получить эту книгу. В целом все это было, создавалась такая праздничная. И не только из-за этого, конечно. Люди чувствовали, что идут на очень важное дело. Что они должны сказать свое веское слово. Вот это, мне кажется, главное двигало нашими людьми. Мы вчера присутствовали на этих избирательных участках, действительно ездили по-разному. И вот эта атмосфера праздника, она действительно чувствовалась. Не поддельная, абсолютно не поддельная. Люди идут и активность людей и отношение к выборам в целом, оно такое очень позитивное отношение. А вот еще в 2012 году явка была на 9% меньше. Как вы думаете, почему же опять вот такая активность и вот такое отношение у людей стало к выборам? Мне кажется, знаете, вот сейчас, когда мы видим обстановку вокруг нашей страны, о том, когда идет такое неприкрытое враждебное давление на страну, попытку поставить Россию буквально в смысле на колени, чему-то подчиниться, чьим-то там приказам, указам, все. Люди консолидируются, они понимают, что в этой обстановке страну должен возглавлять сильный опытный лидер. Понимаете? В буквальном смысле. И таким является сегодня Владимир Владимирович. Хорошо, что это и есть. В другой ситуации. Я вот считаю, что мы люди старшего возраста, которые с ужасом вдруг наблюдали, а потом, оказывается, узнали, что великая могучая страна может развалиться, и тогда все это идет прахом, и мы видим, что творится сегодня в мире, буквально каждый день на телевизоре, к нам-то разорвать нашу страну, страну, обладающую самой большой территорией, с самыми большими запасами полезных ископаемых и всего-всего-всего другого, желающих огромное количество. Если бы мы были вот такими малюсенькими, и от нас бы ничего не было, и от нас ничего не зависело, да мы бы никому не были бы нужны. Вот. Вы понимаете? Поэтому вот наши предки оставили нам это великое богатство и завещали, мне кажется, ее беречь. Поэтому к нам такие претензии открыты, объявленные лидерами. Вот итоги предварительные. Тем не менее, мы все понимаем, кто станет у нас президентом России. Как вы думаете, что дальше? Вы знаете, вот такой открытости и доступности лидера в стране я не вижу в других странах. Мы наблюдаем за ними. Они там тоже какие-то мероприятия свои проводятся. Но Владимир Владимирович встречается. Вы видите, ежегодная конференция. Журналисты задают прямые вопросы. Он встречался с нами с доверенными лицами, то с молодежью. Но как бы все равно он слышит напрямую вот те проблемы, которые сегодня есть. Проблема, вопрос в том, что, я еще раз говорю, вот хозяйственный механизм страны, он только сегодня воссоздается. Было одно государство. Потом все это рухнуло. Порвались все связи. Наш Улан-Уденский авиационный завод получал двигатели с Украины. И так далее. Это была вот такая кооперация в рамках большой страны. Потом раз, обрезалось. Понимаете? И нету поставщика, и некому. Одним словом, все это сломалось. Понимаете? По-новому пришлось воссоздавать эту промышленность. Мы этого не понимаем. Наши некоторые заводы здесь исчезли вообще. Вы правильно? А чем жить-то? И даже сельское хозяйство, вот то советское, оно сегодня совсем другое. То есть мы строим новую страну. А это нелегко. И во многом мы идем вообще как первооткрыватели. В Советском Союзе не было понятия малое предпринимательство. За малое предпринимательство людей садили в тюрьму. Уголовное наказание. А сегодня мы понимаем, что без малого предпринимательства мы не сможем. Это совершенно новый сектор экономики. И даже наша вот эта вертикаль вся властная, она не умеет еще работать и заботиться о том, чтобы вырастить этот малый бизнес. Это я вот вижу сам. Понимаете? Но мы будем это все делать. И сегодня мы когда уверены, что наша страна единая, крепкая, что мы защищены, мы можем спокойно заниматься экономикой. О чем и призвал Владимир Владимирович на встречу со своими доверенными лицами. Мы, говорит, должны заняться своей экономикой, своей социальной сферой, наукой, образованием, здравоохранением. Все нам надо делать. И сегодня, мне кажется, такая дорога открыта, большая. И мы должны все вложить свой труд. Труд надо вложить. Просто так ничего не будет. Давайте вернемся к выборам. У вас около 800 наблюдателей работало от общественной палаты. На всех участках. На всех участках по всей республике. Вот какие были основные нарушения? Были ли нарушения? Были ли какие-то грубые нарушения? И вообще, как прошли в целом выборы? В целом, в моем понимании, выборы прошли, как говорят, в штатном режиме. Общественная палата уже имеет опыт общественного контроля за выборами. На выборы главы республики мы работали. И, кстати говоря, многие замечания и предложения, которые мы тогда внесли по результатам тех выборов, они были уже учтены избирательной комиссией. Организация занимается все-таки избирательной комиссией. Она провела огромную работу. Но, прежде всего, по информированию людей. Это раз. Во-вторых, мы говорили, знаете что? Что человек не должен плутать где-то там по закоулкам, по проволкам, думать, откуда зайти в этот избирательный участок. Ему должно быть ясно. Он вышел и идет в том направлении. Должна быть стрелка. Там должен быть указатель. Человек должен прийти, зайти на участок и так далее. Намного лучше все было организовано. Я был на нескольких участках и на своем, конечно, увидел, что везде стрелочки, везде все. Избирательная комиссия, по вашему мнению, как работала? Там, где я видел, это все прекрасно. Люди грамотные, информированные, проинструктированные, если так можно сказать. И сами они работали хорошо. И с точки зрения обращений с людьми, мне кажется, все это идеально. Дай бы Бог нам вообще в жизни, чтобы у нас было так, как работала избирательная система. Нарушения были какие-то? Были определенные вопросы. Люди спрашивали, куда я могу пойти, я вот это пропустил, там не зарегистрировался, вот надо, хочу голосовать. Подсказывали, как это можно сделать. Это все, чтобы было по правилу, по закону, но в то же время шли навстречу избирателей 100%. То есть, собственно, наблюдатели ваши ничего такого сверхъестественного не видели? Да, мы обсуждали это уже в рамках, в центре общественного наблюдения за выборами. И все говорили о том, что были обращения, но они такого информационного плана в основном. И нарушения, которые могли бы повлиять на исход выборов в целом, исказить каким-то образом эти результаты, таких не было. Вот в этом году впервые на выборах в нашем городе работал центр общественного наблюдения. Как вы считаете, работа таких центров в день выборов, она вообще нужна, необходима или можно было без этого центра общественного? Ну, на самом деле, видите, общественное наблюдение за выборами осуществляется не только в день голосования. Оно начинается вот с того момента, как объявляются выборы. И вот скоро у нас будут региональные, ну, республиканские выборы. С момента, как бы, выдвижения, вот, как идет процесс выдвижения, как идет регистрация, как потом идет период агитации, да? Ну, и день голосования, конечно, как кульминация выборного процесса, это все будет под общественным контролем. И, а если уж общественный контроль осуществляется, должна быть возможность, так сказать, ну, доносить эту информацию до тех же избирателей. Мы же не сами для себя ее, так сказать, мы должны об этом рассказывать. И я думаю, что вот механизм общественного контроля, он будет совершенствоваться. Мне было вчера приятно, почему? Вот дело в том, что общественными наблюдателями были, ну, люди вне партии. Это внепартийный контроль, внеполитический. Это люди самых разных профессий? Самых разных профессий. И люди, которые идут в эту систему, как бы участвуют в этом, они свободны от партийных обязанностей и симпатий каких-то, да. Они за то, чтобы это было честно, открыто и справедливо. Ну, вот еще вернемся к вопросу. Центр общественного наблюдения, какие нужны у нас центры в нашем городе? Ну, видите, это... Как он сработал вот вчера? Он... Это центр функциональный. Он не то, что где-то стоит здание и там работа, и там и так далее. В теме менее вчера. Да, в такие кульминационные моменты, как день голосования, конечно, это хорошо, что он проводится. Там собрались активные люди, эксперты, журналисты, дискуссии. Там прошло несколько дискуссионных таких площадок. Вот эти дискуссионные площадки, они к чему-то приводят, насчет чего дискутировали и дальше, что результат этого? Ну, дискутировали, там несколько разных тем было, но прежде всего вообще, что это значит вообще, значение этих выборов. Конечно, все подчеркнули, что выборы имеют огромное значение. Это сложный, порой непростой, и некоторые говорят, это самый не лучший, но все-таки единственный возможный вообще демократический механизм формирования власти – это выборы. Когда люди сами голосуют, но это должно быть сделано так, чтобы люди чувствовали справедливость результатов этих выборов, признавали эти результаты. Поэтому мы сейчас знаем, что в мире, собственно говоря, нет идеальной системы. Но на наш взгляд, наша система, она близка к этому. То есть все понимают, что да, может быть, результат мне не очень нравится, но я его признаю, собственно говоря. Об этом речь шла. Шла речь, конечно, о том, были ли нарушения там какие-то там в предвыборный период. Системная работа между чиновниками и избирателями, или избирательными участками и главами районов. Вот какой-то вот это вот. Ну, видите, здесь вопрос-то очень такой тонкий. С одной стороны, власть в целом и избирательные комиссии, которые не входят в систему органов государственного власти, они организуют выборы, да? Но в то же время работа, она должна быть такая, чтобы не было давления, собственно говоря, на избирателя в ту или иную пользу. То есть задача власти создать равные условия, создать условия для волеизъявления. Что, собственно говоря, в этом смысле, по-моему, эти выборы были эталонными. То есть информированность и возможность проголосовать. А то, ну, человек по каким-то делам уехал там, неделю находится в командировке или где-то там на две недели, да? И он уже не может проголосовать. У нас выпадало огромное количество вот, ну, собственно говоря, человеческой воли из-за этого в виде голосов теряли мы. Это второе. И третье, конечно, обсуждалось само течение вот избирательного процесса у нас здесь, в Бурятии. Ну, люди как-то обратили внимание на то, что, вот, допустим, как одна из форм агитации, да, вот эти дебаты привлекли внимание, об этом тоже говорили. Некоторым они, ну, как бы вполне понравились, будто бы они считают, что они дали определенный результат, вот, в смысле вклада в явку. Ну, некоторые считают, что форма их не совсем правильная. Не устраивала. Да, слишком уж это. Агрессивно. Ну, да. Ну, в общем, вот, разные мнения были. Но это тоже нормально. Вообще, причем сидели участники дебатов были все там. Ну, и я в том числе был. Ну, итоги, вывод какой? Центр общественного наблюдения будет ли работать на выборах? Он будет работать обязательно. Это теперь уже войдет в политическую, я думаю, традицию. Это раз. Во-вторых, это не выдумка какая-то чья-то. Это сегодня положение федерального закона о выборах президента Российской Федерации прямо указывает общественную палату как субъект общественного контроля. И федеральную общественную палату, ну, и общественные палаты регионов. Так что этим мы будем заниматься постоянно и будем совершенствовать общественную контроль. То есть, собственно, инициатива создания Центра общественного наблюдения, это как раз ваша общественная палата? Ну, это естественно, это мы обязаны вообще ее сделать. Раз работа идет, мы должны ее до общественности доводить. В этом смысл. Все, спасибо большое. У нас заходит, проходит время уже. О чем мы так не поговорим еще? Я бы вам рассказал много интересного. Спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в гости. Про выборы у наших соседей, там совсем другие цифры получились. Мы обязательно поговорим в следующий раз. Спасибо. На этом наша программа заканчивает. Осмотрите нас.